МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет, друзья! Всем привет! Привет! Хотела опять погулять с вами. Хотела у меня сегодня планов громадьё. Вон, видите, сзади у меня я всё-таки купила. Заезжала сейчас на почту, я купила себе этот осушитель воздуха, как он там называется. Здесь он у нас стоит, я нашла, опять же, на ebay 45 фунтов. Ещё пока не распаковывала, но маленький. Я думала, что он большой, он оказался маленький. Вот такой купила себе осушитель воздуха. Видите, написано 69, 70. Это проценты влажности в моей квартире. 18 градусов, 69% влажность. Вот у него сзади ёмкость для сбора воды, для сбора влаги. Он у меня немножко, совсем чуть-чуть. Вот видите, тут уже он собирает воду. Но он должен работать всю ночь. Посмотрим, что будет. Вообще, у нас погода, конечно, отвратительная. Скоро Рождество. Уже осталось буквально несколько дней до Рождества. А погода невозможная. Дождь хлещет. Вот сейчас я нашла такой промежуток, чтобы не было дождя. Но всё равно постоянно срывается дождь. Не знаю, как будет дальше. Сможем ли мы с вами дальше гулять? А может быть, я вам и видео буду снимать дома. Но не знаю, как. Вот. А сейчас вот такое вот коротенькое вступление. Я хотела вам с вами поздороваться. Я хочу сегодня кое-что вам рассказать. У меня сегодня есть планов много. Так что поехали. У нас уже близится совсем скоро Рождество наступит. Скоро будем слушать нашу королеву. Она обычно всегда поздравляет с Рождеством всех англичан, своих подданных. И это заведено, наверное, с 50-х, с конца 50-х годов. Каждый год она поздравляет от себя. Вот это вот речь королевы Великобритании, которая транслируется по всем каналам BBC перед Рождеством. Она короткая речь, наверное, где-то порядка 9-10 минут. И там королева никогда не эту свою речь, она ее не согласовывает ни с парламентом, ни с премьер-министром, ни с какими палатами лордов. Это просто речь от нее. И вот в этом году мы тоже послушаем, что же нам скажет королева. Но она обычно рассказывает о том, как прошел год, рассказывает о своей семье. И довольно интересно все это смотреть и слушать. Здесь королеву любят англичане. Они ее очень уважают и чтят, наверное, все-таки, потому что это какие-то уже осколки бывшей империи. Вы знаете, вот когда королева, наверное, все-таки уйдет, то получается, что уже все это будет по-другому. Мне почему-то кажется, что там уже все будет как-то немного не так. Так, вот уходит целая эпоха. Как с королевой Викторией тогда это было. Ушла викторианская эпоха, и она уже не вернулась. Так точно вот и с этой королевой Елизаветой, наверное, уйдет еще какая-то огромный пласт эпохи и истории английской. Но посмотрим, интересно. Все сердятся, сердятся опять, что я их не кормлю. Ждут, ждут, ждут мои птицы. И все-таки придется мне доставать и кормить. Вот. Сейчас мы немножко тут посмотрим, как кормятся мои птицы замечательные. Пока еще чайки не налетели. Ну вот что-то они такие у меня тоже нахохленные, вы знаете. И сердитые лебеди мои. А гусей, как вы видите, нет. Гуси улетели. Гуси на зиму отсюда улетают. Поехали, поехали. Вообще, конечно, вы знаете, хоть я и стараюсь не обращать внимания на комментарии, но иногда такие выбиваются комментарии, что просто диву даешься. Вот тут молоденькие девушки мне пишут. Ну, по-моему, они не очень-то, может быть, и молоденькие, но наверняка моложе меня, потому что пишут такое, что вот когда я там показала свое видео с Саймоном, и мне там написали, что я вот там бабушка, дореволюционная бабушка рядом с ним, и вообще какой-то ужас и кошмар. Но, друзья, я вообще-то что хочу сказать. Во-первых, зависть – это очень плохое чувство. Вы знаете, зависть человека поедает изнутри. И, как говорится, бабушка я не бабушка. Я встречаюсь с мужчинами, с которыми мне комфортно, и которым со мной комфортно. А как я там смотрюсь? Камильфо, не Камильфо, вы знаете. Что вот я там с Дэвидом не Камильфо смотрюсь вдвоем, а Саймон так вообще, что вы, молодой мужчина, ему еще не от 50, и что же я, куда же я. А я тут вот, кстати, хочу вам сказать, что, во-первых, надо быть всегда уверенными в себе и не обращать внимания на вот таких вот мариван, которых всегда найдется уйма. Мне только странно, что раньше эти бабульки сидели у нас под подъездами на лавочках, и вот они там судачили, и вот они там кости перемывали всем. А сейчас странное дело, что судачат и перемывают кости молодые женщины, которые вот эту свою зависть не знают, куда деть. Ну как же, как же, что вот женщина старше их и нашла мужчин таких симпатичных молодых, а они вот как-то никак бедные не у дел. Я даже это могу понять и могу людей простить. Я просто хочу сказать, что, друзья, никогда не надо завидовать и не надо уподобляться старым бабулькам на скамейке. Вот как-то так. А что касается того, что я старше, да, вы знаете, я старше, и хватит уже, я достаточно прожила с мужем. Муж мой был меня. Меня старше. Я была молодая. Тут мне кто-то тоже сказал, ой, да вы вот со своим мужем, вы такая там рядом с ним молоденькая. И прям супер-супер так хорошо. А когда вы вот с Мартиным или с Дэвидом, или вот еще, не дай бог, с Саймоном, то тогда получается, что вы там как бабка старая. Ну, вы знаете, вот это вот я думаю так. Нет уж. Мне наплевать, что вы скажете, но мне с этим человеком комфортно и ему со мной тоже. И поэтому мы и будем вместе. У меня Мартин тоже молодой мужчина. Очень спортивный. Он был, очень долго занимался в футбольном клубе здесь. Здесь же у них все футболисты, англичане. И Мартин мой такой спортивный. Никакой он не пенсионер. Он еще работает. Единственное, я сказала, что все-таки у него с деньгами напряженка. Он получает неплохо, он работает. Но, понимаете, он платит 500 фунтов в месяц, даже, по-моему, 575. 575 фунтов в месяц он платит за свою квартиру. Он квартиру арендует. У него шикарная квартира в самом центре Шанклина. Ну и, конечно, она и стоит. Вот видите, он уже там давно живет, ему нравится. И он уезжать оттуда никуда не собирается. Но в связи с тем, что вот он развелся, как тоже много раз вам говорила, он оставил все своей жене. И остался голый босс и с чемоданчиком ушел. Поэтому здесь мужчины разведенные почти все живут на съемном жилье. Жилье снимают как-то так. Говорить тут о том, что мужчина со мной смотрится не камильфо, потому что он моложе меня, а я его старше, это сюда не про Англию. А еще вот, кстати, почему я стала тоже задумываться, почему так происходит. Для меня было это странно. Мы к такому не привыкли. мы привыкли, что у нас, сами знаете, когда мужчина старше в два раза, то это считается в порядке вещей. Когда женщина старше, то это уже не камильфо. Так вот, стала тоже я это думать, почему так происходит. Но, скорее всего, что это уже второй раз люди сходились, второй раз, которые женаты мужчины, они остаются обычно без всего после развода, а у женщин у всех остается дом, квартира хорошая, деньги все, все вообще деньги на счету. Все это прекрасно. Женщины себе английские выцарапывают. И поэтому, наверное, вот мужчины, они еще и здесь, чтобы как-то, понимаете, пристроиться, устроиться, они находят женщин старше себя, но с домом и с деньгами. Это тоже имеет значение. Кстати, вот вдова сына моего мужа, которую я вам показывала на фотографии, да вот сейчас, если найду, то тоже вам покажу. Так, вот они, вот эта пара, это у нее второй муж, после сына Рентона, она вдовой была несколько лет, и потом она все, конечно же, унаследовала, и Рентон там помогал, я вам говорила, он своему сыну оставил весь свой бизнес, и в общем, все это унаследовало, вот это Фелисити ее зовут. И потом она нашла себе очень молодого и красивого мужчину, намного ее моложе, по-моему, лет на 15, и они сейчас вот прекрасно живут, он ей в грот заглядывает, хотя она такая страшненькая, что не дай, не приведи. Так что разная бывает история в жизни, друзья, я вам кое-что рассказала, может быть, вы поняли, а на этом пока-пока, всем удачи. Так что, друзья, не надо никому завидовать, у вас тоже все будет хорошо, и будет вам счастье, как говорится, всего сами добьетесь, чего хотите. Продолжение следует...